МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире форум в студии Юрий Пестерев. 27 марта состоялось расширенное заседание регионального политического совета партии «Единая Россия», в котором участвовали губернатор Курганской области, представители избирательного штаба Общероссийского народного фронта, секретари местных полицоветов и руководители исполкомов, а также депутаты областной думы и руководители фракции «Единая Россия» в районных представительных органах. Главной темой совещания стали выборы президента Российской Федерации. Подводя итоги прошедших выборов, секретарь регионального политсовета «Единой России» Сергей Лисовский поблагодарил губернатора, членов избирательного штаба Общероссийского народного фронта и членов полицовета за плодотворную работу и выразил надежду, что в течение предстоящих лет намеченные цели будут успешно достигнуты. Мы видим, насколько быстро началась работа по реализации этих задач. То есть Владимир Владимирович еще не вступил права президента, но уже проводит совещание и ориентирует кабинет министров на выполнение тех задач, которые были сформулированы. И партия должна максимально помочь президенту, правительству в реализации этих задач. Это, прежде всего, задача социального плана, это задачи развития экономики и защиты российского рынка и защиты наших суверенных границ. Главное сейчас не подвести своих избирателей, отметил глава Заураля и член регионального политического совета «Единой России» Олег Богомолов. Во время выборной кампании граждане сообщали о многих проблемах, решить которые необходимо в ближайшее время. Каждому члену партии на своем рабочем месте, в своем трудовом коллективе, значит, партии необходимо реализовать ряд серьезнейших проектов, которые люди ждут, они должны повлиять на улучшение уровня жизни людей. По итогам заседания было принято решение о дальнейших перспективах развития и плановой работы регионального отделения партии «Единая Россия». В регионе стартует второй конкурс детского творчества «Зауральское качество. Здоровье в каждый дом». В этом году мероприятие посвятили пятилетию торгового бренда Курганской области. На сегодняшний день уже 29 предприятий региона выпускают свыше 700 продуктов питания со знаком отличия. Дети от 4 до 18 лет могут поучаствовать в конкурсе по четырем номинациям. Изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство, литературное творчество и фотографическое искусство. В любой номинации можно представить до трех работ. Победителей определит жюри. Кроме того, состоится и народное голосование. Выставка работ пройдет с 11 по 23 мая в областном культурно-выставочном центре. Завершится вернисаж 23 мая награждением победителей, дипломами и ценными подарками. Также участники конкурса встретятся с представителями предприятий, которые производят продукты со знаком «Зауральское качество». Отметим, что первый конкурс детского творчества с этим же названием состоялся в Заурале в 2010 году. Тогда поступило 148 работ детей из всех районов области. Работы принимаются до 29 апреля 2012 года по адресу город Курган, улица Володарского, 65, кабинет 205. Зауральские справедливоросы готовятся к современным политическим условиям. На днях президентом России Дмитрием Медведевым подписан закон о многопартийности. Главная задача для эсеров теперь – сохранить свои позиции. Президентские выборы прошли для справедливой России не с лучшим результатом, отметил председатель Совета зауральских эсеров Виктор Семенов. Сейчас партия занимается так называемой «работой над ошибками». Накануне в Москве прошло расширенное заседание Совета партии, где обсудили дальнейшие перспективы работы. С принятием последнего закона о многопартийности, когда у нас партий будет, я так понимаю, достаточно много, появляется определенная политическая конкуренция, и мы хотели бы, и наш лидер Сергей Михайлович об этом во всеуслышание заявил, проработать новую стратегию развития нашей партии и в целом жизни, как она будет конкурировать со всеми теми партиями, которые возникнут в нас. Курганские справедливоросы успевают решить и социальные проблемы в регионе. С особым вниманием они отнеслись к многодетной семье погорельцев из Юргомыша. Буквально полгода назад они уже помогли супругам Сунгуровым приобрести новое просторное жилье, но в конце марта замыкание электропроводки вновь оставило семейство без крыши над головой и документов. Сейчас социал-демократы во второй раз собирают средства для семьи через специально созданный благотворительный фонд. Появится возможность людям благотворительные вносы сделать через терминалы «Просвязь». Соответственно, мы благодарны и руководителям компании «Просвязь», и руководителям фонда «Справедливость», которые будут оказывать эту поддержку многодетной семье Сунгуровых в поселке Юргомыш. У курганского телевидения появилась новая площадка. В Кургане началось тестовое вещание первого государственного интернет-телеканала «Зауралья онлайн». Какие задачи ставят перед собой работники нового электронного СМИ, расскажем далее. Аудитория интернет-пользователей России в целом и «Зауралья» в частности неуклонно растет. Сегодня из 270 тысяч домохозяйств области около 180 тысяч имеют доступ во всемирную паутину. К концу 2012 года их число увеличится до 200 тысяч абонентов. Правительство Курганской области давно заинтересовалось возможностью стать ближе к жителям региона благодаря интернету. У нас появилась новая возможность смотреть, изучать, читать, видеть, что делается в правительстве Курганской области, что делается в департаментах, в управлениях, в подразделениях, в наших предприятиях и так далее. Сейчас на сайте интернет-телевидения «Заураль онлайн» можно в любое удобное для пользователя время посмотреть новостные и тематические программы региональных телекомпаний «Курган» и «Регион 45». Однако на этом сотрудники онлайн-СМИ не собираются останавливаться. На интернет-телевидении «Заураль онлайн» начала свою работу рубрика «Народные новости». Если вы увидели что-то интересное, забавное, смешное, стали свидетелем чрезвычайного происшествия, аварии, курьеза на дороге или были очевидцем необычного погодного явления и успели запечатлеть это на камеру, присылайте видео в рубрику портала «Народные новости». Нам предстоит многое сделать на благо народа. Так решили на пленуме Коммунистической партии России, который прошел в конце марта в Москве. Курганские коммунисты также подвели итоги выборов и разработали план своей работы на ближайшее время. Компартия уверенно сохранила второе место. И тем не менее мы все же считаем эти выборы сложными. Считаем, что эти выборы показали, что нам надо многие формы, методы и даже содержание менять в своей деятельности. У Коммунистической партии подготовлен ряд программ по социальной поддержке различных слоев населения, новой индустриализации и новой внутреннеэкономической политики страны. Поэтому в Компартии уверены в сохранении своих политических позиций и спокойно относятся к новому закону о многопартийности. В ближайшее время на политическом поле появится порядка 60-70 новых партий. Но в то же время долго это не просуществует, потому что политика – это дело серьезное. Это и наука, и искусство. И, конечно, вряд ли большинство из этих партий сумеют выдержать испытания временем. Коммунисты уверены, в ближайшие несколько лет ситуация нормализуется, и в стране останутся не более десятка основных политических партий. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся на форуме ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова